Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, правда ли, что нельзя ставить обувь носками к двери и спать ногами к двери? Большое спасибо. Нет, это все неправда. Можно спать как хочешь, в какую угодно сторону и так далее. На самом деле не всегда хорошо спать головой на север, как считается, но в целом есть еще такие нюансы, как, допустим, зона Хартмана, излом какого-нибудь, излом фундамента, который может приводить к бессоннице жизнь на 18-20 этаже. Допустим, есть такие знаки зодиака, как тельцы, львы, овны, скорпионы, раки, козероги. Вот им высоко жить нельзя. Они будут от этого страдать, у них будут болеть вены, им надо поближе к земле. Всем остальным все равно. Но в случае, если вы эти знаки зодиака не живите высоко, а в какую сторону спать не имеет значения? Если на вас действуют планеты влияния и вы страдаете от этого, возьмите обычную чашку, возьмите чашку с ручкой, переверните ее вверх тормашками и поставьте на расстоянии вытянутой руки от себя. Также хочу сказать, что очень плохо спать так, чтобы под подушкой лежал телефон. Дело в том, что, во-первых, телефон это радиоизлучающая система. То есть, когда человек разговаривает по телефону, то есть определенные облучения. Но до сих пор не изучено, а скорее всего это есть. Каждый телефон является еще, помимо радио и волнового излучателя, который вреден чрезвычайно для человека, особенно если он лежит где-то возле головы, есть еще энергоинформационный фон. Этот энергоинформационный фон заключается в переписке, в разных фото, видеоматериалах и так далее. Он вас перегружает на ночь и на вас не очень хорошо влияет. Я когда-то был в храме, который находился в Таиланде. И там в этом храме такой большой колокол стоял, и ступеньки нужно было вниз спускаться. И внутри этот колокол, в него не звонили. Потом оказалось, что это не колокол, а колпак. В этом колпаке внутри все было выложено магнитами. Такими прямо без дырочек, а просто квадратиками из магнитов приклеено. И человек заходил в такой вот колпак и сидел или стоял. И это вылечивало заболевания. Во-первых, говорили, что это лечит от старости. Второе, говорили о том, что это лечит заболевания, связанные с тем, что у человека депрессии. Также говорили, что это лечит алкоголизм, улучшает общее настроение и самочувствие. Лечит бурситы плечевых суставов и там целая куча. Я потом эту тему начал развивать. Да, действительно, я такое же видел когда-то, когда путешествовал по северу Китая. И тоже в одном из мест я видел как бы разрушенный храм, в котором находился тоже вот такой инструмент. И я так предполагаю, что его в дальнейшем начали изучать. И о чем я хочу сказать. Электромагнитное излучение, оно у человека стабильное. То есть человек во время своей, как в фотографиях эффекта Кирлян, семьи Кирлян. То есть они делали фотографию и можно было рассмотреть свечение. Вот это свечение, которое они исследовали, оно было электромагнитное. И у каждого человека оно одинаковое. То есть однозначно это свечение, оно имеет движение. То есть я так предполагаю, что это движение одновременно и вниз по позвоночнику, передача импульсов и в разные стороны, создавая электромагнитное излучение. Какой там закон такой математический, физический есть, неважно. И конечно же, в случае, если рядом находится розетка, рядом телефон, рядом еще что-то, то или магнит, то рядом или когда вы спите рядом с таким предметом, у вас могут возникнуть в дальнейшем проблемы с вашим здоровьем. Поэтому и делайте так.